Да, коллеги, добрый день. Делая небольшой мостик, скажем так, от предыдущего спикера, мы как раз те, кто позволяет строить вот эту огромную масштабную систему видеонаблюдения. То есть есть достаточно большие сегменты Троссира на безопасном городе в Москве. Ну, давайте знакомиться тогда. Меня зовут Сельков Семен. В Троссире я занимаюсь продажей проектных решений. И сегодня я постараюсь вам рассказать о том, как комплексно Троссир позволяет закрывать вопросы безопасности и повышение эффективности всех служб на спортивных объектах. Немного о нашей компании. В сегменте видеонаблюдения мы с 2002 года. На текущий момент имеем больше 20 интеграций с крупнейшими производителями систем видеонаблюдения, охранно-пожарных систем, СКУДА, что позволяет внедрять нас в существующие проекты, в существующие комплексные системы безопасности достаточно просто. И что самое, наверное, важное, мы отечественная разработка, мы входим в реестр Минцифры и, соответственно, имеем возможность передачи данных в ИЦХД для тех, кому это важно и нужно. В презентации будет достаточно много интерактива, поэтому, думаю, будет интересно, да, минимум теории, максимум практики. Троссир строит экосистему безопасности. То есть у нас на текущий момент больше 40 видеоаналитических модулей, собственные видеорегистраторы. Я думаю, многие слышали из вас о том, что не так давно мы открыли собственную производственную линию, собственную производственную линию в Зеленограде, собираем там свои видеорегистраторы. Троссир, СКУД, мы о нем чуть позже подробнее поговорим. Собственное программное обеспечение, собственно, ядро нашей системы ВМС. Да, у нас собственный штат разработки, больше 100 человек по всей стране. Облачный сервис Клауд Троссир и собственные камеры видеонаблюдения. Первое, о чем мы с вами поговорим, это будет детекция и распознавание лиц. На объектах спортивной тематики используются для автоматизации и контроля доступом сотрудников в служебные помещения для безопасности посетителей. И как раз таки можно сейчас, если получится, да, можно запустить видео. Вот. То есть вот так это выглядит на экране оператора. Слева вы видите детекцию людей. То есть есть возможность формировать черные и белые списки, есть возможность осуществлять поиск в видеоархиве по фотографии, по обнаруженному лицу, есть возможность получать тревожные события, алармы на тревожный монитор оператора, либо в телеграм, в электронную почту и так далее. Дальше это скуд трассир. Есть три ключевых вещи, почему эта штука действительно крутая. Во-первых, это уже предусмотрена интеграция с системой видеонаблюдения. То есть нам не нужно дополнительный сервер под скуд. Это все крутится на одном железе. Соответственно, не нужно покупать дополнительные лицензии для того, чтобы интегрировать скуд с системой видеонаблюдения. Есть возможность глубокой интеграции с возможностями видеоаналитики. Ну и вы здесь видите, что трассир, скуд это уже не просто программное обеспечение, это уже и аппаратные решения. Это уже собственные сетевые контроллеры, считыватели. На текущий момент это уже терминалы с распознаванием лиц. Все на аппаратных решениях трассир. Ну, собственно, здесь мы можем видеть, что получаем дополнительные возможности с точки зрения формирования отчетности. Есть возможность использовать сухие контакты. Ну, собственно, все те вещи, которые предусматривает стандартный скуд. Но при этом мы еще и мультибрендовые. То есть мы интегрировали в наше программное обеспечение все решения почти всех крупнейших производителей оборудования скуда. Поэтому это их Vision, из ECO-TEC и ряд других вендоров. Межкамерный трекинг. Межкамерный трекинг. Мы вот уже с коллегами в фойе немного обсуждали этот вопрос и поняли, что есть огромный спрос на эту технологию не только в тех сегментах, которые мы уже нашли, где мы уже видим и чувствуем это, но и на спортивных объектах. Межкамерный трекинг – это технология, которая позволяет формировать траекторию движения человека и детектировать его местоположение в пространстве и, соответственно, отображать это все на карте, на плане объекта. И вы видите, насколько снижается время расследования одного инцидента, когда вы используете классическую систему с оператором и когда вы внедряете межкамерный трекинг трассира. Значит, это вот, собственно, подсчеты по не только там нашей оценке, но это подтверждается уже теми пилотными реализованными проектами, которые мы с нашими крупнейшими заказчиками делаем. Сейчас можно посмотреть, как это все работает. Ну, соответственно, это небольшая демка, вы здесь видите, в данном случае это объект Хорики, наш там один из крупнейших флагманских объектов. И вот в таком виде мы видим передвижение людей. Сразу хочу сказать интересную вещь, что с точки зрения детекции и обнаружения людей используется не только лицо, как многие из вас могут предположить. Самый первый – это пространственно-временной. То есть камера 1, камера 2, пересечение зон. Мы четко понимаем, что человек вышел из одной камеры, перешел в другую. Второе – это атрибуты. То есть шляпа, зонт, плащ, еще что-то. И только третье – это распознавание лиц. Поэтому вот, собственно, позволяет на ваших объектах, на объектах спортивной тематики. Ну, сейчас на самом деле мы нашли немножко другие рынки, да, то есть мы активно идем в логистику с этим решением, в ритейл, в Хорику, в промышленные предприятия. То есть там, где требуется контроль потока людей. Автотрассир – наша тоже одна из базовых технологий. Это, собственно, контроль въезда-выезда на территорию спортивного объекта. Здесь плюс-минус все то же самое. То есть сейчас мы дальше посмотрим. Черные-белые списки, фиксация времени выезда, въезда на территорию, номерной знак и так далее. И следующим этапом, собственно, развития автотрассира – это умный КПП. Когда мы не просто ставим средства видеоаналитики и позволяем детектировать номерные знаки, а мы полностью автоматизируем КПП, мы исключаем человеческий фактор на этом важном, стратегическом, я считаю, объекте инфраструктурной и безопасности. Поэтому слева вы видите как раз-таки списки, где мы видим время выезда, номерной знак, направление и так далее. Вот так вот это выглядит в интерфейсе трассира. Идем дальше. Логичным продолжением автотрассира является автопаркинг, то есть автотрассир для парковок. Здесь есть возможность подсвечивать занятые, свободные места, есть возможность управлять загруженностью парковки, если есть у вас такая необходимость. И на самом деле, что будет буквально реализовано в четвертом квартале, мы сможем уже реализовать оплату платной парковки. То есть вам не нужно будет покупать, по сути, дорогое оборудование, паркоматы, которые необходимы для организации вот этого пространства. Это все решается средствами видеоаналитики, СКУДА и, собственно, наших видеоаналитических модулей. Нейродетектор. Сейчас я расскажу немножко про такие дополнительные возможности нашей видеоаналитики. Нейродетектор используется в основном для безопасности периметра. Он позволяет четко детектировать людей, велосипеды, машины и животных. Хорошо, что еще птицы. Или плохо еще. Ну, в общем, животных точно детектирует. И в основном используется для безопасности периметра, для того, чтобы в ночное время четко определять вторжение в защищенную зону того или иного человека. И главное, информировать об этом своевременно оператору. Вот так это выглядит, собственно, в интерфейсе. То есть выделена зона и наша видеоаналитика с помощью алгоритмов, соответственно, определяет людей и подсказывает о том, что… Она определяет, насколько он человек, процентов? Ну, она не может сто процентов. То есть она говорит, что это 99 процентов. Он, видите, движется. То есть это все равно движение… Динамическая история. Поэтому он не может постоянно говорить, что это 100 процентов человек. А какие категории у него есть? Транспорт? Есть транспорт, есть велосипеды, самокаты, есть люди и есть животные. Ну, животные сделаны для того, чтобы не было ложных срабатываний в случае, если нам необходимо детектировать людей. Идем дальше. Left Object Detector – история, когда мы позволяем детектировать оставленные предметы. Ну, это, естественно, да, быстрая реакция на угрозу терроризма. При этом мы можем запрограммировать различные алармы, различные тревожные события в интерфейсе Tracira. То есть здесь может быть история связана с уходом человека из кадра, либо, допустим, если он отошел на какое-то заданное время. Fire и Smoke Detector – это модуль обнаружения детекции огня и дыма в зоне действия камеры. Почему эта штука интересна? Потому что она позволяет детектировать открытое, допустим, горение и задымление даже на открытых участках. То есть там, где датчик пожарной охраны, он еще может не сработать. А это превентивная история. Она ни в коем случае не заменяет существующую охранно-пожарную сигнализацию. Соответственно, идет возгорание. Сейчас мы увидим. И вообще по последним тестам у нас компания международная. То есть мы помимо отечественного рынка мы еще активно идем в Азию, Ближний Восток. Поэтому вот вы как раз таки видите то, что оператор получил alarm. И последние тесты, которые мы проводили в Турции, показывают на открытых площадках до трех секунд детекцию дыма, ну то есть задымления и огня. Так, буквально пару слайдов. Значит, это история про наш ВМС. Ну, собственно, там в систему управления нашими, нашей видеосистемой. Из плюсов, из каких-то, не знаю, фишек это отправка пуш-уведомлений на почту, это поиск по событиям. Ну, собственно, я думаю, что многие из вас с трассиром уже так или иначе имели опыт работы. Помимо этого, если на пункт номер 6 посмотреть, действительно мы имеем опыт построения систем от одной камеры до 175 тысяч. То есть крупнейшие ритейлеры, они действительно строят достаточно масштабные распределенные системы видеонаблюдения именно на трассире. И это то, что есть новенькое за последний год. Мы сделали трассир на Астре. Мы понимаем, что импортозамещение на текущий момент очень важно для нашей страны. Мы сделали трассир еще в прошлом году, в конце прошлого года на ВИН-64. Дорабатываем интеграцию с камерами LTV, биварды, нитр технологии. И из последнего интеграция с ОПС-рубеж, то есть их с пудом и охрана пожарной сигнализации. Вот. Коллеги, у меня все. Семен, спасибо за выступление. Очень классно. У нас уже есть вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Шмелев Вячеслав, компания ЦРТ. Семен, спасибо за доклад. Очень интересно. Вот первые два сценария… Можно микрофон поближе? Первые два сценария, которые вы рассказали в своих продуктах, они затронули такую чувствительную тему, как распознавание лиц. Вот с конца того года вступил в силу закон 572 о единой биометрической системе. Хотелось бы узнать, как ваши продукты удовлетворяют требованиям этого закона. Спасибо. На текущий момент мы работаем в рамках этого закона 572 по нескольким направлениям. Мы, наверное, как и любой вендор условно взяли такую позицию, которая позволяет нам посмотреть, что вообще будет. потому что многие в рынке, я думаю, там не только вендоры, да, но и конечные клиенты пока не понимают, какая практика будет и юридическая с точки зрения, да, и практика реальных там кейсов, реальных решений. Вот. Поэтому, естественно, мы в рамках интерфейса трассир вводим ряд изменений, которые нам позволяют на 100% соответствовать этому требованию. Это, во-первых. Во-вторых, мы прорабатываем, естественно, интеграцию с единой биометрической системой, потому что, ну, возможно, будут кейсы, когда мы будем выступать и в роли оператора, да, там как бы такого большого интегратора вендора, вот. И третий, сценарий, мы там обеспечиваем такую работу с клиентом с точки зрения консультации его, чтобы он не нарушал закон и мог соответствовать всем регуляторикам, которые есть на текущий момент. Нет, спасибо. Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы у нас от зала? Подскажите, пожалуйста, вот кейс на какой-то, на спортивных объектах. Есть ли примеры, как работает вообще система в целом распределения, распределение системы контроля управления, доступ на спортивных объектах? Ну, смотрите, если говорить, что сейчас на памяти, да, если говорить про спортивные объекты, то трассир полностью стоит на республиканском стадионе, в городе Майкоп, в Адыгее. Если говорить про аналитику, то частично аналитика, ну, допустим, оставленные предметы реализована в павильонах на ВДНХ. Вот. Если говорить про решение, ну, с точки зрения распределенных систем, да, распределенного скуда, распределенных систем видеонаблюдения, то здесь есть дополнительные решения о трассир, такие как трассир CMS, который позволяет строить распределенные системы видеонаблюдения больше, чем 10 регистраторов. И если говорить про SCUD, то это SCUD Enterprise, когда есть необходимость контроля, ну, допустим, выделения прав, да, наделения прав доступом из одной точки, то есть когда есть потребность из одной точки контролировать множество объектов. Вот. Поэтому если у коллег есть какие-то кейсы, связанные с этим, готовы проконсультировать отдельно. Здорово. Спасибо.